друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки из полей ну что только что вышел ролик семейства колес но я к вам с очередными так скажем новостями да напоминаю вам о том что мне появился телеграм-канал ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях друзья мои светка довольная счастливая вот счастье это привалило да да в кои-то веки как говорится но не прошло и года довольным голосом рассказывает о том что целый мешок любимого василька к ним пришел и конечно же все очень счастливы заметьте говорит светка своим детям вы все сегодня одеты в василёк и дети такие да да все светик ну что мне хочется сказать слава богу что в вашей жизни есть хотя бы любимый василёк да ну еще какие-нибудь компании да там тики текс и так далее которые позволяют что-то по крайней мере да какую-то одежду высылать вам на обзор и возможно если вы конечно все это дело не продадите где-нибудь на авито ну или там по друзьям знакомым да какие-то вещи новые окажутся на ваших детях а вот если бы не любимый василёк если бы не другие как говорится бренды да то конечно ходить вашим детям исключительно в чьих-то обносках с чужого плеча вношенных и уже переношенных все это прекрасно понимают поэтому когда лёшка всякий раз отказывается так все уходим с ютуба ну сколько себя помню да сколько смотрю семейства колесниковых лёшка нет нет да и отказывается да все да и прощается с ютубом да и уходим да не уходим и так далее вот хоть бы всякий раз вспоминал да что по крайней мере какая-никакая халява нет нет да и подвернется тот же любимый василёк вот единственное что жалко что очень многие вещи которые приходят к ним на обзор даже новые вещи да как в которых могли бы ходить дети семейства колесниковых но нет потом друзья мои мы видим с вами что дети ходят опять же непонятно в чем ну а новые вещи вместе с остальными вещами уходят собственно на продажу куда-нибудь на авито на юлу куда угодно собственно куда да куда как говорится глаза глядят ну или по друзьям знакомым тоже все это дело благополучно продается светка делает рекламу вместе с виталиной дариной и с никитой ну и озвучивает делая рекламу говорит качество прекрасное и говорит конечно же мы все это дело благополучно носим понятное дело да если бы не василёк чтобы вы как говорится носили я смотрю на эту рекламу ребят как всегда это не реклама самая настоящая антиреклама да нашла нашла кому доверить эту рекламу никита как всегда как клоун кривляется говорит ой тут у нас какие-то говорит палаченчики палаченчики эти девчонки ржут вот он слово скажет да и девчонки над ним сидят гогочут ну а никита и рад стараться прям знаете вот прям вот один в один точь в точь как и любимый папаша видимо с папани взял пример но понятное дело с кого ему еще брать примера да что лёшка сидит значит скажет какое-то свое так скажем в кавычках веское слово за столом и все семейство ха 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 как нам смешно папанька давай продолжай тупи дальше да дальше рассказывая свои вот эти вот очередные шутки прибаутки далее далее значит чего там показывают что пришло что не пришло ну я вот смотрю как все-таки кривляется никита да на минуточку пацану ну опять же 13 лет светка показывает как заказали там один комплект постельного белья второй комплект постельного белья ребят у них столько этого было постельного белья столько белья им приходило от любимого василька что я думаю вот эти комплекты прямиком отправиться непременно на продажу ну нафига колесам столько комплектов постельного белья да в любом случае у них там вечно все валяется в ком в кучу да светка все это стирает все вместе забрасывает закидывает в этот барабан и черное цветное и белое все это оттуда на выходе получается серо-буро-малиновое в крапинку но еще особенно учитывая тот самый момент что никогда постель не заправляется да никогда покрывала сверху не стелят ничего не делают то конечно видок у этого постельного белья всегда очень так скажем совсем совсем не свежий такое складывается впечатление что его вообще практически не стирают понятное дело скорее всего опять же говорю вот эти комплекты по моему мнению заказывают для того чтобы потом их продавать на авито ночью согласитесь очень даже собственно удобно из вещей почти ничегошеньки так и не заказали заказали колготки для девчонок для дарины и для виталина вот казалось бы да закажите вы что-нибудь детям нет детям ничего друзья мои заказывать не стали далее вытаскивают светка и сама уже не помнит чего она заказывает причем так интересно даринка маленькая помнит и говорит мам ты что-то что забыла что ты мне заказывала а светка говорит ой я не знаю то ли там подушка то ли там одеяло ну да очень интересно в каком состоянии хочется спросить то заказываешь вот эти вот вещи что ты ни черта не помнишь причем ребят мы помним с вами да огромное количество вот этих вот ситуаций всяких разных когда светка не помнила что заказывали да уэй не помню кому я заказала я заказала на виталину а пришло опять все на дарину я помню прекрасно все эти моменты было конечно же очень даже интересно сейчас светочка не перестает себе изменять тоже не помнит чего заказывает далее далее даринка смотрю уже тоже друзья мои да то есть насти мало было того что на нее и мама наряд и папа наряд и анжелка голосяку свою открывает да ротяку раскрывает еще и мелкая тоже насти высказывает ты чё говорит меня тут снимаешь ну да ну а настя вышла во двор и собственно тоже как и никита снимает все что видит на своем пути да и говорит ой вот тут все заросло вот тут горит мы типа косили тут мы значит все делали но все заросло понятное дело все очень быстро зарастает это естественно да этим надо заниматься на постоянной основе а кто же у них этим будет заниматься понятно что никто далее друзья мои уже на кухне как всегда настя проходит курс молодого бойца ну а маменька вместе с любимой одной из любимых дочурок с анжелкой да а маменька с анжелкой значит наблюдают за данной картиной но видимо любят да понаблюдать как работает кто-то да можно бесконечно смотреть на то как кто-то работает но и бдят как говорится бдят настюху ну а настюха стоит возле плиты жарит и очень радуется что на сей раз у нее значит огонек убавлен да и масло больше не стреляет в настину сторону помним все прекрасно ту ситуацию когда анжелка на нее орала настя не могла никак догадаться что надо сделать огонек потише анжелка тоже догадаться не могла да как говорится ну мамка их не научила собственно здесь все понятно далее анжелка смеется грит да она боится боится вот когда масло шипит когда она стреляет но понятно что это неприятно да когда масло раскаленное попадает себе на кожу не дай бог еще попадет куда-нибудь на слизистую конечно тут приятного мало но опять же девчонка просто не знала что ей делать кто-то скажет да ну она уже такая взрослая чего вот она это настя ничего не знает ребят да мы светку то только с вами буквально недавно приучили да и то через пень колоду это только через раз светка запомнила что оказывается сколько лет мы с ней бились да что сделает и твою дивизию огонек потише не врубит на всю ивановскую стоит там потом мы потом смотрим да у нее по итогу все всегда зажарено до состояния углей ну и анжелка спрашивает чё говорит не побрызгнула не побрызгнула отличное словечко ну а светка говорит да правильно я-то правильно делаю свет давно ли ты делаешь правильно я вот только что сказала что мы тебя только-только более-менее научили и говорили тебе уже миллион раз до несколько лет мы тебе болтали говорили что надо сделать огонь потише и ты вот тут вроде как стала последнее время прислушиваться и то не каждый раз я бы сказала раз в пятилетку ну а настя настя пошла тоже настя надоело видимо слушать как анжелка ее чехвостит еще и смеется над ней постоянно и настя говорит так говорит анжела как врубит говорит огонь что все шипит и в этот момент друзья мои голос из зрительного зала не анжела анжелика ребят я валяюсь чулень чигр анжелика да практически маркиза ангелов вы знаете вот настолько это имя анжелика но ей не подходит до всегда ассоциации конечно же совершенно с другой анжеликой с такой красивой утонченной да грациозной красавицы и конечно вот это вот смотришь на вот эту вот анжелу да и понятное дело анжелика ей вообще не подходит это имя но мне понравилось как она знаете опять в очередной раз попыталась настюху заткнуть типа не анжела а анжелика да причем обратите внимание ее родители периодически ее называют анжела да называют называют да и не только родители и другие члены семьи ну чё-то там она свой голос не открывает ротяку свою не раскрывает друзья мои а здесь на настю типа будешь говорить как я сказала короче пахан появился друзья мои в семействе колесниковых лёха ну светка сидела ржала ей как всегда конечно же смешно потому что настя у светки как кость в горле да и светки очень нравится когда настюху как раз таки настюхи рот закрывает анжелка как анжелка хамила насти вчера мы все с вами эти моменты обсуждали да и до этого как она хамила насти но и собственно сегодня и светка конечно же опять там заржала вот так знаете за кадром светка ты смейся смейся тебе только недолго смеяться придется скоро и тебе рот закроет твоя анжелка да с которой ты останешься жить я так думаю на старости лет вместе с тобой и с папашкой и будет вас гонять как этих да вшивых по бане вот я вам собственно этого и желаю вот то как вы относились к своим детям то что вы для этих детей абсолютно ничегошеньки не сделали я считаю что вот для за это должна быть большая расплата потому что дети никогда не просят чтобы их рожали а вы столько детей родили а вложить ни в кого ничего не вложили ни любовь ни заботу ни тепло ничего поэтому было бы прекрасно если бы вы на старости лет остались такой как анжелка но еще и мелкая куча да но вот самое главное это анжелка конечно она бы вас там построила вот бы тогда тебе отлились бы все настины слезы переживания и так далее далее друзья мои дарина смотрю там собирает всех кукол собрала главное всех а виталинкиных кукол собрала в кучу да собрала возле себя ну типа это ее такая знаете вся молодец но и в этот момент значит когда кстати еще вот значит а настя с анжелой там пытались типа пообщаться да и настя сказала анжела анжелка ей говорит вообще-то не анжела а анжелика и потом такая говорит и не строй мне глазки боже мой ребят я просто в шоке хочется сказать только одно да уж блин высокие отношения прям такие высокие отношения прям такая субботинская фифа анжелка ты вместо того чтобы сидеть гнобить младшую сеструху которая тебе ответить не может в силу своего характера да вот никита может хотя он на год младше этой господи насти да никите 13 а насти 14 лет вот никита может себе ответить да а ты пользуешься тем что ты пытаешься загнобить более слабого когда ты выбираешь себе в противнике более слабого человека да и пытаешься показать свое над ним превосходство ты в первую очередь показываешь то что ты сама трус да трусиха и то что ты сама абсолютное ничего не стоишь вот выбирать надо себе всегда противника как говорится по зубам вот тогда победить равного себе это действительно была бы победа ну а так знаете показать свое превосходство как это делает анжелка над сестрой насти которая не в состоянии ей ответить это выглядит со стороны очень низко очень подло и в первую очередь да унижая казалось бы сестру пытаясь ее принизить анжелка в очередной раз опускает себя все ниже ниже и ниже анжелка ты уже в наших глазах просто упала и я ни в коем случае не считаю тебя ребенком да тебе уже будет 17 лет уже здоровая взрослая девах ты все прекрасно понимаешь ты уже все прекрасно понимаешь осознаешь что ты прекрасно понимаешь кого в этом семействе можно гнобить а кого гнобить нельзя это конечно очень подло да там писали да и настя подлая до виталина подлая да вы знаете вообще-то да они собственно все из одной семьи и я всегда говорила что там нет и не было никогда никакой не братской не сестринской любви и они все конкуренты в этой семье за лучший кусок ну так как ведет себя анжелка пользуясь своим да своим возрастом своим так скажем положением да своей весовой категории так конечно там в семье никто себя из детей не ведет но никита ведет себя тоже ужасно но никита хотя бы может анжелке ответить в общем друзья мои субботинская фифа разошлась анжелке хочется пожелать не сидеть там да пререкаться снасти затыкать рот той кому она может закрыть его на раз-два а пойти что нибудь я не знаю книжку какую-нибудь почитать но ей бы это точно не помешало бы потому что уровень интеллекта там конечно чьи грачу лени да и так далее и тому подобное ну или я не знаю посмотреть что нибудь интересное познавательное опять же ей бы это не мешал да друзья мои сегодня любимый был просто щедрым дарил подарки на раз-два да святка вот только любимый василек и может дарить вам подарки а папашка ваш как всегда как говорится не при делах друзья мои вот такой мне получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч а